Попали в штангу, но чтобы вот так вот, сделайте какую-нибудь футболку, доносы поносит. Но сразу найти такие деньги, конечно же, трудно. Чего он держится за тот участок? Там нефть нашли, уголь, я не знаю, может там золото? Прекрасный результат, а наши так могут. Концерты отменены. Привет, это я, Андрей Богданович, и это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кривогородский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И на этой неделе, куда платят налоги Маркетопт на Кировоградщине, у Александра Дануцы новая футболка, и кролики такие не доехали до Кировоградщины. Открыли супермаркет, который не платит эти деньги в наш карман. За определенную продукцию, конечно. А именно за алкоголь и сигареты. Накрыл, так сказать, супермаркет-нарушитель, советник главы Кировоградской облгосадминистрации Михаил Бежан. На чеках, которые он получил в Александровке в супермаркете Маркетопт, был указан магазин как раз вот не Маркетопт, а Маркеопт. Это как Адитас и Абибас. Впрочем, и чек, который ему выдали, не был фискальным документом. То есть, все поступления за алкоголь и сигареты идут явно не в Александровский бюджет. Ну, впрочем, как и не в бюджеты других городов. Вы скажете, мол, Маркетопт такой только в Александровке. Но нет, судя по комментариям в профиле Михаила Бежана, такое творится по всей области. Так что, если вы вдруг купите алкоголь или сигареты в Маркетопте, обращайте внимание на чек. А лучше выкладывайте здесь, в комментариях. Народный депутат от «Слуги народа» Александр Дануца надел на себя новую футболку. И это не потому, что старая произносилась. Дело в том, что это такая акция в поддержку присоединения села Котюбинского к столице нашей родины, Киеву. Там ситуация такая, что Киев как бы со всех сторон окружил это село. И логично, чтобы Котюбинское стало одним из районов. Но не все хотят этого. Местные там депутаты, чиновники не поделили еще лес. Поэтому и затягивают процесс присоединения к Киеву. Ничего не меняется, ну как так? Но вот вопрос, а почему Кировоградский депутат от «Слуги народа» Александр Дануца поддерживает Котюбинское, Киевское Котюбинское? Что плохого, что я поддерживал? Скажите. Но я нигде не видел его футболку с поддержкой поселка Нового, который стал бы Кропивницким. Александр мне ответил, кстати, в комментариях, что это потому, что из поселка никто не обращался к нему с такой просьбой. Но мне показалось, что тут важна инициатива. Так что все, кто хочет, чтобы поселок Новый присоединился к Кропивницкому, сделайте какую-нибудь футболку, Дануца поносит. А хотя, может быть, Александр Дануца уже живет не в Кропивницком, а в Котюбинском, ну тогда все понятно. Так, кажется, набережную в Кропивницком наконец-то начнут делать. Да ладно? Три года назад начали активно обсуждать реконструкцию после победы в Громадском бюджете, именно плана реконструкции этой набережной. И вот три года прошло, а набережная как была, так и осталась такой же. Цена вопроса, скажете вы. И будете правы. Сначала говорили о 25 миллионах, теперь говорят, надо 200 миллионов гривен. Это на секундочку приблизительно 8-8,5 миллионов долларов. Много это или мало, мне трудно судить. Я вышел в интернет с таким вопросом. Быстро нашел только реконструкцию стадиона в Каменском. Что говорит о том, что сумма, в принципе, не заоблачная, но сразу найти такие деньги, конечно же, трудно. Поэтому городские власти решили реконструировать постепенно. Сначала будут делать заново все, что в районе бассейна и физоспа. Но, честно, я не представляю, какая реконструкция поможет Ингулу. Состояние реки меня тревожит. Мало того, что она стала мелкая, так еще и грязная по самому я не хочу. Была инициирована масштабная дезинфекция всех водоемов. Первым делом решено было продезинфицировать воду. Теперь здесь будет чистая вода. Никаких микробов здесь больше не будет. И человеческий фактор тут на первом месте. И как раз жители Кропивницкого там услят больше всего. Может, они не хотят, чтобы в центре города была чистая и красивая река. Зачем тогда реконструкция? Она соответствует реке, в принципе, сейчас набережная. С другой стороны, как бы такая реконструкция не была очередным долгостроем с непонятным результатом. У меня до сих пор в памяти, как постепенно строили областной театр. А в конце концов он превратился в торгово-развлекательный центр. Это, я напомню, там, где сейчас копилка возле Досадов. А вообще, хорошо было бы китайцев нанять. С их скоростной стройкой всего. Например, там больница за 10 дней. Прекрасный результат. А наши так могут. В общем, поживем, увидим. А вот сколько поживем до окончания реконструкции, пока непонятно. Продолжается битва за землю на Попово в Кропивницком. Активистка Надежда Полывода какими уже словами не называет бизнесмена Сидорова, который хочет построить возле многоэтажки свой магазин. И все было бы хорошо, если бы Сидоров не строил его на теплотрассе. Это запрещено. И, кстати, предприниматель Сидорова, когда ему начальники теплотрассы сказали, что здесь нельзя строить, просто решил передвинуть свой магазин ближе к самой многоэтажке. Туда, где деревья у людей, подвалы. Но нету-то было. Местные жители вышли из дома и буквально послали тракториста, который по желанию Сидорова приехал там рыть фундамент. Тракторист после такого приема просто уехал. Я, честно говоря, не понимаю предпринимателя Сидорова, чего он держится за тот участок. Там нефть нашли, уголь, я не знаю. Может, там золото. Вы издеваетесь с людьми. Вы ставите свои интересы на набагато выше, чем интересы нашей громады. У меня объект медицинский, объект, который будет пользоваться спросом в этом районе. Это медицинский центр. Я хочу построить его законно. На этом у меня есть все разрешения. Земля в собственности. Получены все согласования со всеми инстанциями. Ну, все возможные документы у меня получены. Или там может быть такое удобное расположение, которое сразу обогатит Сидорова. Почему он привязался так к этой земле? Кролики таки не доехали до Кировоградщины. Когда-то известный дуэт решил проехаться малыми городами Украины и собрать, так сказать, кассу. Но нет. Предыдущие концерты в Крыму бесследно не проходят. Кролики хотели одной задницей на два базара и выступить, так сказать, перед российскими оккупантами, ну и заодно уже и перед украинцами. Но нет. Волна возмущения была такой, что смела просто этих кроликов с афиш. И, например, в феврале ни Александровка, ни Александрия, даже Светловодск не увидят кроликов. Концерты отменены. На этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяются на краще, кроме странных схем в маркетопке. Пока.